Продолжение следует... Илья Валерьевич. Да, Федор Анатольевна, когда вы мне предложили сделать этот доклад, тема уже была предопределена, потому что мы на сессии по иммунотерапии. С чего начать лечение пациентам с метастатическим раком почки? Зачеркиваем ли мы таргетную терапию? Отметаем ли мы циторедуктивную нефрактомию? Какую комбинацию нам выбрать? Комбинацию двух иммунных препаратов или комбинацию таргетного препарата или иммунного препарата вместе с иммунным препаратом? На эти вопросы я постараюсь ответить в своей презентации. Итак, с чего начать лекарственное лечение? Я хотел бы предоставить случай. Это не мой случай, он описан в журнале, в Международном журнале урологии. Это пациентка 59 лет, имеющая массивную опухоль в почке, распространяющуюся в печень, тромбоз нижней полой вены, множественные метастазы в легкие, а также несколько неблагоприятных прогностических факторов. С чего начать лечение этой пациентки? В начале, до того, как чего-то начать, нам надо определить прогноз у этой пациентки. Существует модель IMDC, которая говорит о том, что прогноз у этой пациентки неблагоприятный. Мы знаем шесть неблагоприятных факторов, вот пять из них присутствуют у нашей больной. Соответственно, мы определили прогноз, он неблагоприятный. Что мы можем назначить этой пациентке с позиции международных рекомендаций? Если мы смотрим на рекомендации NCCN, последнюю версию, на группу плохого промежуточного прогноза, то с позиции наибольшей доказательности, с позиции предпочтительного режима, выбора предпочтительного режима, мы можем назначить неволумаб и пелемумаб, либо окситениб и пембролизумаб. Но пациентка не имела нефрактомию. И как мы видим, в данном случае опухоль уже проросла в печень. Надо ли ей выполнять или подобным пациентам выполнять нефрактомию до начала лекарственной терапии вот этими комбинациями, которые я сейчас показал? Хочу сказать, что это не казуистика для Российской Федерации. По данным нашего исследования РЕНСУР-3, 28% больных не имеют нефрактомию до начала лекарственной терапии. То есть вопрос такой стоит. В этом году в журнале Uralogic Oncology была опубликована статья, крупный анализ почти 400 пациентов с метастатическим раком почки, которые также не имели нефрактомию, и им была проведена циторедуктивная нефрактомия с последующим лечением ингибиторами контрольных точек, либо только ингибиторы контрольных точек без предшествующей циторедуктивной нефрактомии. Как мы видим, кривые существенно разошлись. Пациенты, которым была проведена циторедуктивная нефрактомия до начала лекарственного лечения, на 80% имели меньший риск смерти. Тем не менее, редакторы этой статьи делают некоторый вывод, что вывод делать пока нельзя, так как в этом исследовании участвовали пациенты как с благоприятным, так и с промежуточным, так и с плохим прогнозом. То есть это была смешанная популяция больных. А какова эффективность комбинированного подхода именно в группе промежуточного и плохого прогноза, пока не ясно. И, соответственно, спешить с выводом о том, что все-таки надо сделать циторедуктивную нефрактомию до назначения ингибиторов контрольных точек, не стоит. Мы знаем нашумевшее исследование Кармина, в котором пациентам проводилась циторедуктивная нефрактомия до назначения сунетиниба, либо сразу назначался сунетиниб. По меньшей мере, сунетиниб не был хуже, чем комбинированный подход с предшествующим лечением. А если в абсолютных цифрах посмотреть у пациентов с промежуточным и плохим прогнозом, он даже был лучше, чем комбинация. В этом исследовании был сделан вывод о том, что не нужно проводить нефрактомию у пациентов с промежуточным и плохим прогнозом и сразу назначать лекарственное лечение. Хочу забежать вперед и сказать, что наши комбинации ингибиторов контрольных точек плюс-минус таргетный препарат сравнивались с сунетинибом, который показал, что для него не нужна циторедуктивная нефрактомия. Можем ли мы эти данные перенести на то, что мы имеем сейчас? Группа профессора Аткинса считает, что можем. Если пациенты имеют плохой прогноз и неудаленную первичную опухоль, они рекомендуют срочно перейти к лекарственному лечению без циторедуктивной нефрактомии. Кепелевымабу с неволумабом или акцитинибом с пембролизумабом. Если они имеют промежуточный прогноз и даже два фактора, то также проводится лекарственное лечение на первом этапе, а затем обсуждается отсроченная циторедуктивная нефрактомия. Ну и у пациентов с одним фактором и благоприятным прогнозом циторедуктивная нефрактомия рекомендуется. Так вот, с чего же начать пациенту, у которого не удалена первичная опухоль? Промежуточный прогноз двумя факторами. Плохой прогноз. Не нужно оперировать пациента, сразу назначаем лекарственное лечение. Пациентов с благоприятным прогнозом и одним фактором из промежуточного прогноза оперируем, затем начинаем лекарственное лечение. Итак, допустим, мы прооперировали или не прооперировали пациента, дальше мы обсуждаем роль лекарственной терапии. Опять же, подчеркиваю, две комбинации есть на сегодняшний момент. Хочу отметить, что использовать эти комбинации принципиально важно. А важно их использовать, потому что они оказывают беспрецедентное влияние на продолжительность жизни. Они существенно увеличивают продолжительность жизни пациентов. Поэтому даже не стоит думать, надо выбирать одну из них. Мы знаем исследование Checkmate 214. Это самое важное исследование для комбинации неволумаба с эпилюмабом в первой линии терапии метастатического рака почки. Комбинация сравнивалась с унитенибом. Было три главных критерия, и один из важнейших — это общая выживаемость. Мы все ожидали, когда же будет медиана общей выживаемости. Пациенты жили, 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 и мы не могли достичь этого показателя. Это очень хорошо. На G-UASCO в этом году были представлены оценочные параметры медианы общей выживаемости. Она может измениться, так как часть пациентов, как мы видим, здесь еще, к счастью, живы. Но даже на данный момент она составляет 47 месяцев. 47 месяцев у пациентов с плохим и промежуточным прогнозом, что ни в какое сравнение не идет с с унитенибом, который тоже хороший препарат и на тот момент был стандартом. Если мы посмотрим на другие параметры, выживаемость без прогрессирования, лучше для комбинации, частота объективных ответов в два раза лучше для комбинации — 42%. И частота полных ответов — 10%. То есть в 10% случаев мы можем вылечить пациента от метастатического рака почки, независимо от того, что он в группе плохого или промежуточного прогноза. Что было раньше? Вот я суммировал данные крупных метаанализов и регистрационных исследований. Вот что мы имели. Это цифры общей выживаемости на различных опциях. И вот что мы имеем сейчас. Даже не буду комментировать, потому что эти цифры не нуждаются в комментариях. Если мы перенесем на нашу российскую действительность, вот наше исследование Ренсур-5 — медиана общей выживаемости российской популяции. Графики сопоставимы по масштабу. А это кривая в исследовании ЧЕКМЕ-214. Как мы видим, вот эта область — это область продолженных жизней, если мы будем использовать неволумап и пилиумап в нашей реальной жизни. Эта область даже больше, чем вот эта область. Соответственно, безусловно, влияние на продолжительность жизни очевидно. Если мы поговорим о трехлетней общей выживаемости, то тоже по сравнению с нами она существенно лучше. 21% в Российской Федерации, 52% в исследовании ЧЕКМЕ-214. Это последняя данная, опять же, САСКО этого года. Итак, комбинация неволумап и пилиумап была зарегистрирована. Она уже применяется. Соответственно, она подразумевает два ингибитора контрольных точек. Следующая комбинация — это ингибитор контрольной точки и таргетный препарат. Пембролизумаб и окситениб. Окситениб всегда использовался во второй линии. Сейчас он перешел в первую линию терапии. Почему эта комбинация используется? Потому что она также продемонстрировала эффективность в исследовании третьей фазы КИНО-426. Все то же самое, сравнение с унитенибом. Однако в этом исследовании, в отличие от предыдущего, участвовали пациенты и с благоприятным прогнозом. То есть это была смешная когорта больных. Благоприятный, промежуточный и плохой прогноз. Было два критерия эффективности. Общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Медиана общей выживаемости при сроке наблюдения 23 месяца до сих пор не достигнута. Сунитениб продемонстрировал медиану в 36 месяцев, что тоже неплохо. Опять же подчеркиваю, что это были пациенты с благоприятным прогнозом. Выживаемость без прогрессирования была в пользу комбинации. Частота ответа в пользу комбинации и частота полных ответов порядка 9%. Соответственно, комбинация показала свою эффективность у пациентов, не леченных по поводу метастатического рака почки. На ЖИЮАСКО в этом году были представлены результаты двухлетней общей выживаемости. 74% для комбинаций, 66% для сунитениба. Мы видим, что кривые расходятся. Таким образом, мы имеем две комбинации. Мы имеем пембролизумап, окситениб, мы имеем неволумап и пельмамап. Что же выбрать? С чего начать? Я суммировал на этом слайде результаты двух исследований. Это непрямое сравнение, и я лишь рассуждаю на тему, что мы можем использовать. Если мы посмотрим на исследование с неволумапом и пельмамапом, оно, конечно же, планировалось только для пациентов с промежуточным и плохим прогнозом, поэтому оно обогащено этими пациентами. Количество пациентов из этих групп в исследовании Кейнод было меньше. Основной параметр – это общая выживаемость. Когда мы ее анализируем, мы анализируем риск смерти. Насколько комбинация или препарат снижает этот риск. Итак, при первой оценке, если мы смотрим на неволумап и пельмамап, риск при использовании комбинации снижался на 37% по сравнению с унитенибом. При последней оценке, эта оценка проводилась через 42 месяца, снижение риска остается таким же. Риск снижается на 34%. Если мы посмотрим на комбинацию PEMBRA и AXI, вначале он снижался на 47%, а через 23 месяца, что сопоставимо вот с этими данными для Нива ИПИ на этом же этапе, то есть тут оценка тоже была 20 месяцев и здесь 20 месяцев, он снижается на 37%. Соответственно, цифры сопоставимы, но, как мы видим, на 10% снижение риска ухудшилось, как бы. И, собственно, это мы можем посмотреть на эту же кривую. Сначала кривые разошлись, дальше они сходятся. Что будет дальше при наблюдении 40 месяцев, покажет время. Но пока на данном этапе, на данном срезе времени, одинаковом для Нива ИПИ и PEMBRA AXI, приблизительно, вернее, даже не приблизительно, точно снижение риска одинаковое. Двухлетняя общая выживаемость одинаковая. Медиана выживаемости без прогрессирования одинаковая. Риск прогрессирования, снижение риска прогрессирования улучшается со временем для Нива ИПИ, остается стабильным для PEMBRA AXI. Частота объективных ответов лучше для PEMBRA AXI, но, опять же, обращаю внимание, что здесь было больше пациентов с плохим прогнозом. Частота полных ответов тоже приблизительно сопоставима, чуть больше для Ниволумаба и Пелемумаба. Это по эффективности. Что касается токсичности. Частота нежелательных явлений, которые были связаны с лечением, выше при одном и том же срезе оценки 25 месяцев здесь и 23 здесь, выше для PEMBRA AXI, и это логично. Мы используем два разных по механизму действия препарата. Если мы посмотрим на спектр побочных эффектов, то тоже он, к сожалению, хуже для PEMBRA AXI-тиниба. Прекращение терапии за токсичности выше для PEMBRA AXI-тиниба. И, опять же, это неудивительно, потому что мы используем AXI-тиниб одна группа и PEMBRA AXI-тиниба другая группа. Но я думаю, что этот параметр для обеих комбинаций со временем будет меняться. Уже в реальной жизни мы видим, что нету 22% больных, которым отменяется лечение в нашей практике. Нужен опыт использования комбинации. И, наконец, если мы говорим об отмене терапии, насколько продолжается ответ после отмены терапии? Насколько продолжается общая выживаемость? То есть снижается риск смерти. Если мы отменили, ну да, отменили мы из-за токсичности лечение, будет дальше пациент жить долго или не будет. Опять же, в этом году на GIOASCO было представлено данное исследование Checkmate 214, где зеленая, вот эта темная зеленая кривая, это продолжительность жизни пациента, в котором отменили лечение. А это общая когорта. То есть минимум не хуже. Отменяем, но иммунная система работает, реализует свои эффекты. Данных для исследования с PEMBRA AXI-тинибом пока нет. Вот, например, мы отменяем, вынуждены будем отменить у некоторых пациентов PEMBRA-изумаб. Даст нам окситениб такое долгое продолжение эффекта или нет? Нужен анализ, пока у нас есть только срез на 23 месяца для этой комбинации. Как изменяется частота нежелательных явлений во времени для каждой из этих комбинаций? НИВА-ИПИ 20 месяцев прошло между срезами наблюдения, нет ухудшения. Токсичность во времени не возрастает. То же самое показано для PEMBRA-изумаба и акситениба. Разницы в 12 месяцев между анализами нет. Соответственно, зачастую говорят, что чем дольше мы лечим, тем выше частота нежелательных явлений, частота отмены. Нет, это не так. И вот уже данные крупных исследований. Качество жизни. Опять же, мы используем PEMBRA-изумаб и акситениб. Два разных препарата. Странно было бы ожидать, что качество жизни было бы лучше по сравнению с сунетенибом, который по механизму такой же, как акситениб. А тут мы еще добавляем PEMBRA-изумаб. К сожалению, оно сравнимо, но чуть все же хуже, если мы посмотрим на эту шкалу для PEMBRA-изумаб и акситениба. Другая ситуация для NIVA и IPI. Красная кривая – это NIVA-лумаб и пилиумаб. Качество жизни лучше, чем на сунетенибе, так как это два иммунных препарата. Там нет компонента таргетной терапии, которая, например, вызывает очень часто усталость. Соответственно, сравнивать мы можем обе комбинации, но они обе укладываются в главный критерий АСКО, который был опубликован, опять же, в этом году как достижение, что комбинированная терапия намного эффективнее, чем стандарт, намного эффективнее, чем стандарт, как сунетениб, и надо начинать с нее. А токсичность ее сравнима с сунетенибом. Мы можем сравнивать комбинации, но это все равно сравнимо с тем, что было, и даже меньше, если мы говорим о комбинации NIVA-лумаба и пилиумаба. Это промежуточный плохой прогноз. Что делать у пациентов с благоприятным прогнозом? Там сохраняет свою роль таргетная терапия. Это сессия по иммунотерапии. У меня есть сегодня доклад про таргетную терапию чуть позже, но я скажу лишь одно. Таргетная терапия должна применяться у пациентов с благоприятным прогнозом. Вот показано. Риск снижения смерти у пациентов с благоприятным прогнозом при пембролизумабе и окситенибе не снижается. Единица. Ниволумаб и пилиумаб не снижаются. Соответственно, нет смысла использовать эти препараты в этой группе пациентов. Опять же, вот кривая выживаемости для пембролизумаба и окситениба у пациентов с благоприятным прогнозом. Красненькая вот эта, это сунетениб, то есть сунетениб даже чуть выше кривая. Ну, они сравнимы. Поэтому можно использовать таргетные препараты. Да, комбинации. Да, мы можем таргетную терапию использовать у пациентов с благоприятным прогнозом. А можем мы, в принципе, использовать монотерапию ингибитором контрольных точек. Может быть, нам не надо голову ломать и их комбинировать с чем-то? Может, тот же эффект будет нам давать ниволумаб или пембролизумаб в монотерапии? Вот случай, с которого я начал. Этой пациентке просто нереально, понятно, выполнит циторедуктивную нефрактомию. Печень наполовину инфильтрирована раком почки. Поэтому было проведено 16 введений ниволумаба. Как мы видим, существенное в два раза сокращение опухолевой массы. Так, может быть, вот этот случай тоже нам говорит о том, что надо монотерапию использовать? Нет, не надо. Много уже данных есть на этот счет. Пембролизумаб использовался в монотерапии в первой линии у пациентов со светлоклеточным раком почки. Посмотрим на медиану выживаемости без прогрессирования. 9 месяцев. При комбинации с оксетинибом это 15 месяцев. Частота ответов 38%. При комбинации с оксетинибом это 60%. Не надо. Комбинируем. Ниволумаб в монотерапии. Правда, это, опять же, группа с промежуточным плохим прогнозом. Частота ответов 28%. Полных 2%. Опять же, в два раза для частоты меньше, чем с регистрационным исследованием, где Нива и ИПИ. И в 8 раз меньше для полных ответов. А если мы начнем с неволумаба, а потом уже у пациентов с прогрессированием добавим эпилемумаб. Был этот подход испробован, и только у 8% развился ответ. Поэтому, опять же, не монотерапия, а комбинация неволумаба и эпилемумаба должна использоваться в нашей практике. Еще два аналогичных исследования, которые были представлены на АСКО в этом году. Все то же самое. Надо начинать с комбинации сразу неволумаба и эпилемумаба. Сначала неволумаб, а в случае прогрессирования или стабилизации добавлять эпилемумаб. Еще один интересный момент в исследовании Амнивор, и он уже был затронут, когда обсуждался рак Левкова, сегодня. Сколько мы должны лечить пациента? Мы должны останавливать терапию или должны продолжать? Мнений на этот счет нет. Но вот это исследование показывает, что если мы остановим лечение неволумабом у пациентов с ответом на терапию, вот у него есть ответ, мы остановили неволумаб и ждем, то только 45% больных, у 45% больных, извините, будет продолжаться ответ, они будут находиться без терапии, а затем понадобится новое лечение. Соответственно, 50% больных будут нуждаться менее чем через 18 месяцев в этом лечении. Соответственно, это тоже не вариант. Неволумаб и эпилемумаб продолжаем до прогрессирования или непереносимой токсичности. Я завершаю, и это мое заключение. Сегодня мы имеем для промежуточного и плохого прогноза две невероятных комбинации. Неволумаба и эпилемумаба и пембролизумаба и оксетиниба. Они существенно увеличивают продолжительность жизни наших больных. Профиль токсичности, удобство применения, а также личный опыт врача и предпочтение пациента определяют выбор каждой из комбинаций. В первой линии терапии мы продолжаем использовать таргетные препараты. Пока не получим новые данные, они уже есть, и об этом я скажу чуть позже в 16.30. Спасибо за внимание. Продолжение следует...